всем привет продолжаем изучать язык си плюс плюс точнее пока знакомиться со всеми его возможность возможность возможности очень много поэтому ознакомиться будем долго ну хотел сказать я шучу но чё что какие не хочу по ходу у критики какие-то апдейты произошли это радует но нам пока это не нужно вот в общем сегодня рассмотрим что такое умные указатели вот попытаюсь это сделать быстро так как видео будет еще уже готово текстовое дополнение так как я начал навести блог я думаю кто-то уже знает вот и то есть это не означает что в том текстовом дополнение полностью дублирование этого видео нет то есть видео от видео как это будет получаться я не знаю но я вижу это так видео это будет более упрощено а вот в текстовом дополнение возможно будет технические детали или еще что то а возможно там тоже будет в несложной форме это подано соответственно что то есть видео что то есть в тексте они это что-то может не пересекаться может и пересекаться то есть желательно обязательно посмотрели видео прочитали блог либо посмотрели видео почитали информацию о этой теме почитали блог ну что ж умные указатели сегодня рассмотрим первый из них unique ptr их всего три вот unique ptr шарит ptr и вик пт был еще когда-то авто ptr но он уже устаревший и все нормально компиляторы на него пишут деприкейтед то есть устаревший и из новых стандартов там 17 он по моему будет выпилен то есть убра или не будет убран но компилятор будет на него громко ругаться так вот что такое умные указатели это те указатели которые думают на которые мыслят которые общаются которые рождаются умирают которые любят которые сожалеют я шучу понятное дело это те указатели которые как бы для них то есть классы написаны вот так сказать обертки в которых производится контроль основной контроль это времени жизни этих указатель они эти умные указатели созданы для того чтобы облегчить жизнь программистов чтобы не было утечек памяти потому что довольно часто программисты могут допускать ошибки и эти ошибки вылазят обычно то есть они они допускают когда чаще всего когда код какой-то написан проходит какое-то время потом программисту нужно улучшить там через полгода к примеру он уже и забыл что он где-то там выделял память где там освобождал вот он берет указатель работает с ним и освобождает он уже не помню точной логики как работает программа и это приводит или забывает освободить или еще чего-нибудь но много ситуации или когда этот программный код писал другой человек либо когда очень много кода есть такие проекты их немало которых объем исходного кода измеряется гигабайтами а сборка этих продуктов сборка этих продуктов занимаются отдельные компьютеры называемые серверами сборки которые там довольно серьезные процессоры стоят произно мощные процессоры и сборки могут происходить от там двух часов до 12 часов вот обычно это большие проекты кросс платформенные нужно собирать под все под ну короче много разных проект есть проекты в которых я один такой видел но я в разных участвовал но вот помню один проект нашел в нем свитч на по моему 5000 строчек или 10000 точно не помню 5000 строчек свитч то есть это ни в какие рамки не лезет но для того проекта по-другому никак это связано с мобильными телефонами модели которых очень много было бы соответственно этот свитч обрабатывал кучу чипов ну в общем это видео затягивается короче умные указатели соответственно вот пример да вот есть функции вот здесь мы выделили память и дальше какие-то условия то есть это может быть много кода может быть много кода и вот мы по каком-то условии вышли из функции или вот здесь цикл какой-то какое-то условие выражение вышли из функции что в этом случае утечка память забыли что сделать освободить этот указатель это типичный случай решением этого конечно же не использовать внутри указать то есть использовать локальную перемену тогда она автоматически освободиться до умных указателей программист обычно еще ну разные решения были я видел несколько но вот расскажу об одном создавали здесь локальный класс в котором в конструктор передавали вот такую запись ну то есть указывали что нужно создать указатель деструкторе его освобождали и вот здесь когда нужно было там работать динамической областью памяти на не создавали переменную объект этого типа этого класса вот и соответственно автоматически когда выходила из области видимости код то есть завершался код функции либо вот здесь он завершался либо вот здесь либо вот здесь то в любом случае срабатывал деструктор это гарантирует стандарт а в деструкторе уже происходило освобождение памяти вот это типичный пример где мы можем допустить ошибку соответственно unique ptr что такое unique ptr это уникальный указатель это можно сравнить к примеру у вас есть пирожок он уникален даже если вы его надгрызли но все равно он уникален и владеть им можете только вы другой не может как бы владеть этим пирожком одновременно то есть вы можете его передать когда вы передаете этот пирожок соответственно все у вас его нету и владеет им другой то есть по аналогии уникальный unique ptr как раз является собственником то есть единственным владельцем указателя не самое главное правило если мы работаем с указателями умными указателями smart pointer ами то нужно пользоваться функциями которые для этого предназначен потому что к примеру с пирожком примеру есть какой-то контролирующий орган и он думает что пирожок у вас вы его проинициализировали у себя и все в ходе работы вы этот пирожок отдали кому-то соответственно если вы не указали об этом контролирующему органу что я пирожок этот отдал то он будет думать что пирожок у вас и когда придет момент освобождения памяти от пирожков он придет к вам а у вас пирожка нет и произойдут конфликты вас обвинят в коррупции и все такое вот я шучу конечно вот но идея думаю понятно то есть но если бы вы придерживались правил оба о том как использовать о правилах использования умных указателей можно почитать в том числе моем блоге и других интернетах вот и соответственно нужно следовать некоторым правилам и все и все будет у вас отлично итак рассмотрим первый пример это создание обычного указателя выделяем память инициализируем значением 20 то есть это не массив это инициализируем это значение интовое значением 20 вот так вот выглядит создание обертка в юник патер в данном случае если мы не сделаем делит произойдет утечка память в этом случае делит делать не нужно потому что юник патер это умный указатель который хранит один то есть он является одним владельцем и он сам освободит эту память когда он освободит тогда когда посчитает нужен посчитает нужным тогда когда вот здесь закончится эта область видимости то есть соответственно здесь показаны я запускать их не буду чтобы не тратить время это все вы сможете скачать на гитхабе и вот здесь раскомментировать это все по очереди и прошагать это все то здесь демонстрация как доступаться к адресу как получать значение точно также вот здесь значение адреса можно получить вот таким образом вот гет возвращает указатель значение само значение разыменовать можно вот так вот либо же можно получить указатель и разыменовать есть кроме всего прочее юник птр это когда нам важны еще скорость потребление памяти то юник птр как раз практически равен можно сказать равен обычным указателем встроен то есть сайзов вот я выложу размер его одинаковые что для стандартного встроенного указателя что для юник птр поэтому это юник птр довольно очень быстрый контейнер для хранения указателей указатели можно хранить либо на отдельный элемент либо на массивы так пример 2 пример 2 я использовал локальный класс и создавал ну это я использую для чего для того чтобы когда выполнить этот код вы консоли увидите конструктор был вызван и деструктор что подтвердит что этот указатель память освобождается автоматически мы этого воздействие делом а вот дальше что вот здесь есть еще второй способ это юник птр мы указываем тип и мы вызываем тази уник птр конструктор принимает результат работы функции new то есть оператора дюйм можно сделать еще вот так использовать стандартную библиотечную функцию make unique ptr это проще который указать тип и все то есть это аналогично вот это аналогично вот это вот и все то же самое вот доступаемся к элементам то есть все как с обычными указателями это у нас структура чтобы доступиться к структуре если мы имеем объект то нам нужно не через точку а вот так если это локальный был бы объекта через точку но это все элементарное понятно дальше держите проблема вот мы создали указатель обычным способом это то что делать не рекомендуется нельзя так делать вот мы создали и передали на основе этого указателя создали юник птр какая проблема вот здесь юник птр захватит этот указатель и при выходе с этой области видимости освободит память то есть на этом этапе вот этот указатель уже будет так называл так называться невален соответственно на моей машине нам с моим компилятором происходит падение скорее всего у вас тоже упадет произойдет крэш программа называется крэш почему потому что вот этот короче почему потому что мы не следуем правил так делать нельзя если мы создаем обычным способом то тогда и передаем это в умный указатель то тогда вот это делать нельзя но если следовать правило предпочитать использование умных указателей обычный туда проблем бы просто не было просто до этого не дошло бы дальше следующий пример вот аналогичный пример но бывает такое что коду какой-то вы менять не может и где-то есть уже создание обычным способом указатель то тогда мы создаем новый указатель в юник птр создаем новый объект и и инициализируем его вот этим значением здесь создается новый объект он инициализируется вот этим значением и тогда все отлично здесь освобождается один объект после выхода из области видимость здесь совсем другой то есть аналогично это и для классов для любых типов то есть вот там тоже есть конструктор куда мы что-то можем передать но это разберетесь если дошли уже до си плюс плюс а то терпение и труд все перетру все нормально дальше пример 6 что у нас шестом примере в том примере мы создаем указать одним названием а вот если вы это раз коментарите вы получите компеляющий error то есть ошибку компиляции почему потому что конструкторы копирования операторы присваивания запрещены помните можно при создании класса запретить определенные функции так вот для юник птр конструкторы копирования и операторы присваивания они запрещены почему запрещены потому что это юник он уникален и он может быть только единственным владельцем если вы были бы разрешены конструкторы копирование оператора присваивания это были бы ошибки подобные ошибки были на первых реализациях авто ptr потом это авто ptr перекочевала превратилась в дюйминг ptr если вам нужно чтобы этим объектом владел несколько там объектов то для этого есть шар от ptr вот который понимает сколько объектов владеют этим указателем но шар от ptr будет следующим видео так вот вот так делать нельзя сразу ошибка сборки и это хорошо соответственно чтобы передать вот этот указатель другому то есть отдать этот пирожок другому нам нужно у нашего пирожка при передаче вызвать функцию релиз ну не у пирожка а у вас эта функция снимает собственность этого объекта и это релиз возвращает указать она возвращает указать этого объекта с которого снята собственность то есть если вы поставите . останова после выполнения вот этого кода вот это об а будет содержать ну этот указатель перекочует вот сюда то есть указатель который содержался вот здесь то есть со значением 2 с переменной кажется вот здесь вот дальше очень хорошие есть способ узнать пустой там указатель или нет вот просто сравнить об а то есть это вот приводится к типу bull вот и если он нулевой то вот это будет full если он не нулевой если там что-то есть то это будет труд ну вот здесь когда вы выполните вы увидите на консоль выведется что из об а из нулевой вот смотрите если по каким-то ну вот короче если нужно чтобы какой-то стандартный встроенный указатель владел хранил значение этого уникального как бы указатель а то мы делаем релиз мы помним релиз возвращает указатель на объект который содержится внутри значит что в этом случае а б освободиться от него то есть деструктор не будет вызван и вернет этот объект сюда вот все отлично и никаких проблем не будет и тогда когда область видимости закончится вот здесь попытки освободить эту память не будет потому что мы это указали с помощью функции релиз мы передали во владение кому-то другому вот седьмой пример седьмой пример показывает как мы можем собственноручно освободить освободить вызвать деструктор пример вот здесь мы создаем уникальный указатель на другим способом мы имейк юник то есть вызывается конструктор на консоли это будет написано терминаль вызывая функцию z мы собственноручно вызываем деструкта соответственно после отработки этого кода у нас па будет содержать нул то есть это собственноручно мы уничтожаем объект дальше пример вот мы создаем еще один и указатель и еще один то есть два у нас пб и пц пц ничем не пронициализирует вот есть нулевые так вот вот такой способ я думаю вы уже если внимательно смотрите там ставите на паузы читаете ну короче вы понимаете что тут проблема какая проблема пб мы получаем указать соответственно функция резет функция резет без параметров вызывает деструктор без аргументов с аргументами она перезаписывает текущий объект вот этим новым просто перезаписывает соответственно вот на этом этапе пц поместится перезапишется а так как там ничего не было то туда перезапишется что значение указателя вот это соответственно мы сделали функцию get соответственно вот здесь и вот здесь будет храниться одинаковое значение и при выходе из области видимости будет удален один потом будет попытка удаление того же объекта что приведет к проблеме соответственно для этого нам нужно вызвать функцию релиз сказать что вот этот объект этот указатель теперь передается в право собственности другому вот релиз эта функция возвращает указатель а функция резет с аргументами перезаписывать значение текущего то есть если там был какой-то указатель то будет вызван деструктор для него то есть память освободиться то есть для первого то есть объект которого здесь был для него память освободиться и перезапишется новым объектом вот поэтому почитайте что такое функция резета в блоге у меня по-моему об этом написано блок будет дополняться возможно видео конечно же дополняться вряд ли будет поэтому я и начал блок потому что там можно его дополнить вот ну и еще хороший изящный способ вызвать собственноручный деструктор это вот этому умному указателю присвоить нулптр вот и все на этом этапе вызовется деструктор то есть объект будет освобожден ну это что касательно собственноручного освобождения банки вот дальше как видите есть функция которая параметр которой является умный указатель вот здесь есть пример если вот мы объявили этот указатель и передаем сюда здесь будет ошибка сборки почему мы уже знаем потому что конструкторы копирования операторы присваивания запрещены поэтому здесь ну нельзя мы же знаем что при передаче сюда будет создаваться локальная копия а это уникальный указатель он не может иметь двух копий вот то есть два значения иметь как бы одно значение короче не понял фу путаюсь уже кофе надо попить короче вот это будет ошибка чтобы не было ошибки нам нужно либо по ссылке передавать а вот вот окей да создали и передаем по ссылке либо же можно передавать с помощью операции перемещения есть операция функции это стандартный move которая не использует конструкторов копирования и оператора присваивания она перемещает эта возможность была добавлена с введением r value ссылок об этом у меня еще видео не было но будет если не будет ближайшее время то почитайте то есть вкратце значение 100 это вот это ну как минимум здесь слева это справа и справа то есть имеется ввиду что вот это какое-то значение у которого нельзя взять адрес то есть она по факту не существует вот этот объект он в принципе должен быть у него есть адрес то есть это обычно то у чего можно было взять адрес r value у чего нельзя было взять адрес так вот с появлением r value ссылок появилась такая штука как перемещение то есть можно сказать что даже что с сведением этой возможности даже некоторые вещи языки c плюс плюс улучшились в плане производительности потому что при использовании перемещающих конструкторов есть перемещающие конструкторы функции стандартно перемещающие улучшена производительность чем она улучшена а тем что нету дополнительных действий на копирование то есть это просто идет перемещение так вот когда мы вызовем функцию перемещения вот вызываем эту функцию и перемещаем то смотрите на этапе перемещения значение вот этого указателя потеряются потому что оно переместится вот сюда в локальную перемену это локальная перемена здесь будет жить все нормально при выходе из области видимости вот она вот здесь она начинается вот здесь заканчивается значение локальной переменной будет уничтожено так как это умный указатель и ее уничтожить я здесь и написал окей но после вызова будет нулевым но возможно иногда нужно будет так делать все зависит от задачи возможно вам нужно будет передать сюда указатель и вот здесь же его уничтожить то есть это можно сделать операцией move передали и все и как бы не надо париться то есть этот объект создался вот здесь а уничтожился после выполнения этой функции по-моему круто вот то есть об этой возможности нужно знать вот ну и в принципе все в принципе по unique ptr все блог читайте блог периодически обновляйте смотрите возможно там что-то добавил вот следующее еще будут два видео по шарик ptr и по big ptr поэтому ждем не отчаиваемся я не забыл бывают перерывы из-за нехватки времени но на видео будут делаться долго упорно и будут охватывать максимально все темы что касается которые касаются языка си и си плюс плюс вот поэтому читаем блог видео должны быть уже корот короче чем раньше вот потому что будет текстовая будет еще к нему текст вот поэтому все жмем там как говорят колокольчик ждем новых видео делимся обязательно делимся этим видео если в чем-то помог то лайкаем конечно же ну и все всем спасибо за внимание всем пока до сих пор до сих пор до сих пор